Химический состав лекарственных растений, четвертая часть. Витамины в переводе с латинского языка означают жизненные амины, вита, жизнь, амины, одна из групп химических соединений. Витамины, биологически активные органические вещества, очень малое количество которых необходимы для нормального развития и жизнедеятельности организма человека. Зеленые растения способны синтезировать все необходимые им органические соединения, включая витамины. Они играют важную роль в обмене веществ, регуляции процессов усвоения белков, жиров и углеводов. Недостаточность витаминов нарушает обмен веществ, вызывает быструю утомляемость, ухудшает состояние нервной системы и вызывает другие болезненные явления. В настоящее время известно более 30 природных витаминов, многие из них содержатся в лекарственных растениях. Первоначальное применение витаминов с лечебной целью было связано с явлениями витаминоза. Однако в дальнейшем фармакологические и клинические наблюдения показали, что витамины входят в качестве постоянных и обязательных ингредиентов в состав ткани организма и активно участвуют в процессе обмена. Способность витаминов повышать интенсивность физиологических процессов, происходящих в организме, открывает новые возможности к использованию этих веществ для лечения различных заболеваний. Для нормального состояния человеческого организма характерен определенный уровень содержания витаминов, в нем снижение которого действует угнетающе еще задолго до появления симптомов авитаминоза. Такое пониженное содержание витаминов в организме, промежуточное между нормальным уровнем и авитаминозом, называется гиповитаминозом. Это состояние, довольно распространенное даже среди совершенно здоровых на первый взгляд людей, может вызвать болезненные нарушения нервной системы. Люди становятся раздражительными, чувствительными к звукам радиа, шуму, страдают бессонницей. Поэтому важно, чтобы диета как здорового, так и особенно больного человека была полноценной в смысле содержания в ней витаминов. В настоящее время довольно широко используется определенный набор сельскохозяйственных культур, которые дают питательные и вкусовые пищевые продукты. Этот набор культур в основном сложился еще тогда, когда люди ничего не знали о витаминах. Однако целый ряд первоклассных источников витаминов нашей богатой флоры используется еще недостаточно. Так, например, почти не культивируется шиповник, облепиха, кизил, лимонник китайский, арония черноплодная, первоцвет, одуванчик, эти растения можно назвать фабриками витаминов. Селекционная работа над этими ценными растениями могла бы улучшить их вкусовые качества, сохранив высокое содержание витаминов. Далее поговорим про характеристики наиболее известных витаминов. Витамин А. В некоторых растениях содержится провитамина, каротин, который в организме человека превращается в витамин А. Суточная потребность человека в витамине А составляет 24 мг каротина. Витамин А входит в состав зрительного пурпура сетчатки глаз. Недостаток его вызывает задержку роста молодых организмов, а также расстройство зрения. Как лечебное средство витамина применяют при заболеваниях кожи, глаз, печени, атеросклерозе, гипертонической болезни. Витамин А особенно необходим детям для их нормального роста и развития. Витамин В1 находится в зернах злаков, семенах бобовых, картофеля, капусте, моркови, помидорах и других растениях. Отсутствие его в пище человека нарушает работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Рекомендуется витамин В1 при нервном переутомлении и истощении, головокружениях, раздражительности, мышечной слабости, желудочных заболеваниях, различных невралгиях, при глазных заболеваниях нервного происхождения, кожных заболеваниях, сердечно-сосудистой слабости. Минимальная суточная потребность в витамине В1 для детей до 14 лет 1,5 мг, для взрослого человека 2 мг, для занимающихся тяжелым физическим трудом 3 мг. Витамин В2 принимает участие во многих важнейших процессах жизнедеятельности человеческого организма. Содержится в овощах, грибах, злаках, зеленом горошке, арахисе и многих других растениях. Особенно много его содержится в дрожжах и печени крупного рогатого скота. Суточная потребность для взрослого человека составляет от 2 до 3 мг. Этот витамин ускоряет окислительные процессы, нормализует зрение. При недостатке его в организме появляются воспаления губ, воспаления слизистой оболочки рта и языка, дерматит на лице, потеря аппетита, головные боли. Витамин В2 применяется при некоторых заболеваниях органов пищеварения, сердца, эндокринной системы, кожных, глазных и инфекционных болезнях.